День добрый, дорогие друзья! В эфире телеканал современной гуманитарной академии, передача «Семейный доктор» и я, Анатолий Алексеев. Эфир у нас прямой с вами сегодня, поэтому, пожалуйста, запишите телефон, по которому вы можете позвонить вот прямо сейчас в студию. 727 1249. 727 1249. В то время, когда передача наша не появляется в эфире, вы можете позвонить по телефону 727 1292 и оставить ваши вопросы. Уверяю вас, что я их обязательно получу и постараюсь ответить в следующих эфирах. Вот это вы, пожалуйста, для себя как бы возьмите на заметку. Ну, а сегодня мы с вами продолжаем нашу программу. И, насколько я знаю, мы с вами остановились на том, что существует как бы две базовых программы. Одна программа, базовая же, она, так сказать, более мягкая, более спокойная, более щадящая такая, очень аккуратно вводящая человека из определенной сложности, которая сложилась у него со здоровьем. И вторая программа, она более жесткая, но она делает все то же самое, то есть помогает нашему организму вернуться в лоно нормального, хорошего, сильного, энергичного, здорового существования. Но она более жесткая. Поэтому, друзья мои, вот мы сегодня должны будем с вами четко определить для себя, какая программа нужна вам и только вам. Вот для того, чтобы... То есть, что значит более мягкое? То есть, тогда, когда мы с вами вот этот цикл скепидарных, теплых, горячих ванн проводим так стандартно, скажем так, ритмично, стандартно, мягко, не очень себя как бы загружая. То есть, тогда, когда мы делаем эти ванны через два дня на третий. Делаем ванну, потом два дня отдыхаем, даем возможность нашему организму как-то устаканиться, в том, в новом состоянии, в новом качестве утвердиться. И вторая программа, она выполняет ту же задачу, но только нагрузка. То есть, вот командная часть этой программы, которая заставляет наш организм выходить на такой четко организованный, более жесткий, более такой нагрузочный, что ли, режим собственной работы, это тогда, когда мы с вами делаем три ванны подряд, потом делаем перерыв от трех до пяти дней. Поэтому вот сейчас, пожалуйста, то, о чем я сейчас буду говорить, будьте добры, возьмите себе обязательно на заметку. Я советую такой мягкий, свободный режим, мягкий, щадящий режим базовой программы, то есть, через два дня на третий скепидарной ванной, проводить тем, у кого есть проблемы с, такие уже ярко выраженные проблемы, с сердечно-сосудистой системой. То есть, люди, которые перенесли инфаркт, люди, которые перенесли инсульт, люди, у которых в анамнезе были, так сказать, обязательно были гипертонические кризы, очень высокие, с тем, что вообще надо было вмешивать бригаду скорой помощи, люди, у которых есть проблемы с тромбофлебитом и, соответственно, с образованиями тромбов, люди, у которых вот такая развитая уже ситуация, связанная с варикозным расширением вен. Вот, пожалуйста, на это обратите обязательно внимание. И помните, что начинать эту программу, я имею в виду скепидарную часть программы, можно только тогда, только через 3 месяца, через 3 месяца после того, да и вообще всю программу нашу оздоровительную лучше начинать через 3 месяца после того, как вы уже вышли из вот состояния инфаркта, или после инсульта, или после гипертонических кризов. Не раньше, чем через три месяца, потому что вот эти три месяца после инсульта, инфаркта или кризов, они уходят на то, чтобы организм как бы вот наконец принял эту ситуацию как данность, создал определенные условия внутри себя с помощью лекарств или с помощью врача, или с помощью ваших каких-то усилий, создал ситуацию благополучия относительного спокойствия и относительной твердости. И только после этого мы начинаем с вами нашу программу. Почему? Потому что смысл программы самой заключается в том, чтобы вот этот патологический, болезненный баланс, сложившийся внутри нашего организма, его потихонечку разобрать, разрушить и вывезти и дать возможность организму выйти вот из этого болезненного замкнутого круга, разорвать этот круг и начать заново строить наше здоровье. Поэтому помните, пожалуйста, не меньше, чем через три месяца можно начинать эту программу, если был инсульт, инфаркт или гипертонические кризы. Что касается тромбофлебита, то прежде чем вам делать, начинать скипидарные ванны, вот тут точно имеет это отношение, то, о чем я говорю, будет иметь отношение к ситуации, связанной со скипидарными ваннами. Прежде чем делать эти скипидарные ванны, необходимо обязательно провести, сделать анализ, биохимический анализ крови на протромбин или просто анализ крови на протромбин и посмотреть, каким образом обстоят дела у вас вот в этой области. Особенно если у вас уже как бы эта ситуация зафиксирована, диагностирована. Ведь это совсем не значит, что вы не сможете делать ванны. Конечно, вы сможете их делать. Единственное, я хотел бы вам напомнить, что вот в этой ситуации очень важны первые две вступительные части. Помните, да, это то, что мы, та часть, когда мы себя размачиваем, когда, то есть, пьем много воды, тогда, когда мы с вами меняем характер питания, когда проводим теплые, теплые, не вызывающие такого стрессорного, стрессовые ситуации, связанные с сосудистой системой. Понимаете, а спокойный, релаксирующий, помогающий, освобождающий наш организм и последующий за этим программой экстренного очищения организма, вот эти две части, они готовят нас, особенно вот в ситуации тромбофлебита и варикозного расширения вен, они готовят нас к тому, чтобы мы спокойно могли начинать цикл скипидарных ванн. И все-таки, для того, чтобы просто застраховаться, пойти и сделать вот этот самый биохимический анализ крови или анализ крови на протранбин, с тем, чтобы посмотреть, как вот к этому моменту складывается ситуация, не заканчивая, естественно, не заканчивая питья воды. Как правило, к этому времени уже вот эти все негативные ситуации, они уже у нас как бы организмом преодолены. Прошло все-таки, проходит около двух месяцев, прежде чем мы начинаем с вами делать скипидарные ванны. Поэтому, но для собственного успокоения, все-таки сделайте так, проведите вот такой анализ. По-настоящему-то больше никаких противопоказаний для проведения скипидарных ванн, ну, кроме общеизвестных, нет. Я имею в виду, что под общеизвестными, что это ситуация с арахноэдитом, то есть, воспалением оболочек мозга и с открытой формой туберкулеза. Все остальное как бы не является противопоказанием против скипидарных ванн. Итак, как же строиться вот в этой части, тогда, когда мы с вами начинаем строить базовые программы, связанные с нашим здоровьем, я хотел бы, чтобы вы как бы для себя особую роль отметили для пищевых добавок, пищевых добавок. Особую роль, понимаете? Причем тут поразительная вещь, ведь дело все в том, что тогда, когда мы с вами делаем скипидарные ванны, мы с вами помним, что у нас поднимается температура тела. Вот при любом подъеме температуры тела, даже на одну десятую градуса, что происходит внутри нас? Наши процессы, связанные с обменами, с восстановлением обменов, с метаболизмом, то есть, со всем биохимическим и физиологическим циклом, который протекает у нас внутри нас с вами, все эти процессы ускоряются и ускоряются значительно. Если мы поднимаем на градус температуру тела, то эти процессы идут еще в несколько раз быстрее. Это очень важно тогда, когда, так сказать, вот скажем, у нас возникают проблемы соединительной ткани, вот при суставных заболеваниях. Это чрезвычайно важно, потому что, по сути, это невероятно такой интенсивный и действенный способ восстановления соединительной ткани, особенно по опорно-двигательному аппарату, то есть, наши кости, наши хрящи, наши суставы, наши суставные сумки. Вот это. Убрать оттуда вот те накопления, там, скажем, кальциевых солей, камней всяческих, осыпаний. Вот это все оттуда убрать нам удается в несколько раз быстрее. Самое главное, качественнее, потому что к этому моменту, вот к моменту, когда мы начинаем делать скепитарные ванны, мы еще две вещи делаем с вами. Мы налаживаем работу желудочно-кишечного тракта, и мы с вами приводим в порядок системы выделения. То есть, я имею в виду, опять же, кишечник, мочевыводящие пути, кожу и легкие. Вот это чрезвычайно важный момент. Поэтому, так сказать, помня о том, что вот эти процессы метаболизма, внутренних процессов, которые, обмена, которые у нас протекают, мы с этими горячими ваннами убыстряем, понятно, что мы себя приводим в некое состояние, особенно по микро-макроэлементам, по солям, по ферментным группам. Мы приводим себя в объединенное состояние. Поэтому особую роль начинают играть пищевые добавки. Что касается пищевых добавок. Я сейчас скажу, что важно от пищевых добавок, а самое, и после этого я вам, мы с вами подумаем, каким образом, с помощью каких для примера пищевых добавок можно эту ситуацию менять. Дело все в том, что мы с вами должны использовать пищевые добавки для общего, общего снабжения, извините за слово, снабжения, организма всем ему необходимым. Поэтому пищевая добавка в данной ситуации должна быть по характеру близкой к питанию. К такому очень небольшому количеству некого вещества должно содержаться практически все, что необходимо нам. Это и аминокислоты, то есть белки, это и, естественно, углеводы, это и жиры, это и витаминные группы. Особенно это имеет отношение к витамину А, витамину С, витамину В, группы В. Это очень важный момент. Теперь смотрите, пожалуйста, конечно, все соли, конечно, потому что мы с вами должны помнить о том, что наша эндокринная система, а эндокринная эта система и есть, по сути, настоящий сторож нашего здоровья. Понимаете, если здоровая эндокринная, то нет проблем. Что входит в эндокринную систему? И наш мозг, и щитовидная железа, и вилочковая железа, отвечающая за наш иммунитет, и поджелудочная железа, и надпочечники, все это эндокринный круг. Понимаете, более того, сегодня считается, что желудочно-кишечный тракт это огромная эндокринная железа, причем в своей работе, внутренней работе, желудочно-кишечный тракт опирается точно на гипоталамус, понимаете, то есть прямая связь вообще. Поэтому вот этот круг нам чрезвычайно важен. Оживет он, его база, это микро-макроэлементы. Вот вся таблица Менделеева, которая нам нужна. Я для себя в свое время, для программы «Помоги себе сам» отобрал несколько пищевых добавок, которые я назову. И, видимо, в одной из следующих передач я обязательно покажу их вам, продемонстрирую. Это полифит М, я уже не один раз о нем говорил. Это масло, чистое, экологически чистое растительное масло, подсолнечное масло, которое ферментируется, в котором ферментируется 21 живая трава. То есть, по сути, весь жизненный спектр. А мы с вами немногим отличаемся от растений-то, понимаете? Потому что у нас единственная кровь, цвет крови у нас с вами разный. У растений он зеленый, а у нас с вами красный. Да? Ну, я понимаю, что, так сказать, наверное, это кардинальное отличие, но все-таки, да, и для одного, и для другого живого организма, и для нас с вами, и для любой травинки, которая растет на поле, нужно и солнце, нужны и все соли, которые существуют в земле, сама земля нам нужна, понимаете? Поэтому мы с вами все-таки по спектру исходных материалов практически не отличаемся. Так вот тогда, когда в этом масле ферментируется 21 живая трава, вот каждая из этих трав отдает этому маслу и соли, и ту землю, которую они накопили, и ту информацию, которая, о жизни, которая несет, несет каждое живое существо и каждая живая клетка, вот все в этом масле, оказывается, есть. Именно поэтому я все время говорю, что на полифите М можно жить, да, выкинуть из собственного рациона все, включая квашу, салаты, каши, там, мясо, супы и все прочее, и жить только на трех ложках полифита М в день, трех чайных ложках. Понимаете, вот такого характера пищевые добавки нам с вами нужны. К сожалению, так сказать, ну, такого класса пищевых добавок очень мало, и придется вам немножко поискать, так сказать, их для себя, если вы не можете решить проблему, связанную с полифитом М. Для примера, все-таки, вот здесь, как выходить из этого положения? И вот тут я мог бы вам сказать следующее, что для того, чтобы выйти из этого положения, можно, в конце концов, взять тот же самый, там, сплат, скажем, спирулину, да, или тот же цегапан, о котором мы не один раз говорили, и который практически, в общем, есть в большинстве аптек. Но обязательно к ним добавлять янтарную кислоту. Она тоже практически есть во всех аптеках, как янтарная кислота. Янтарная кислота – это средство или вот комплекс, который помогает жить и функционировать в нашей системе энергообеспечения, то есть митохондриальной системы организма. В каждой клетке внутри находится некое сообщество таких форменных образований, понимаете, которые, задача которых – производить энергию. Так вот, янтарная кислота – это вот один из способов поддержания работы нашей энергетической системы, всего организма целиком. Поэтому тогда как в этой ситуации поступать? Очень просто. Скажем, вы берете, с утра встали, приняли таблеточку или там две таблетки спирулины или одну капсулу цегапана, а через два часа добавили к этой капсуле или к этим таблеточкам спирулины, добавили одну таблеточку янтарной кислоты. И так два раза, через два часа после янтарной кислоты вы принимаете снова пищевую добавочку, и через два часа после пищевой добавочки вы принимаете снова янтарную кислоту. Вот таким вот образом можно поступать. Это второй момент. Третий момент, связанный с пищевыми добавками. В силу того, что вот добавки такого содержания, такого класса не носят статус иммуномодуляторов, мы должны с вами понимать, что они не только поддерживают, скажем, нашу эндокринную, о чем я сегодня сказал уже, но они великолепнейшим образом регулируют или поддерживают нормальную работу нашей системы безопасности, иммунной системы нашего организма. Вот об этом мы с вами должны помнить. Ну и последнее, конечно, желательно было бы, чтобы в этом комплексе присутствовал биологический кальций. То есть любой препарат, несущий в себе кальций, достаточное количество усваиваемого кальция. Но опять это нормальные аптечные препараты, тот же кальций Деникомет, или кальциемакс, или даже арататка, кальциевые, любые кальциевые биологические препараты, которые есть в аптеках. Но единственное, чем страдают все-таки вот эти комплексы с кальцием, это низкий уровень усваиваемости все-таки. Какой бы там титул они ни носили, там коралловый, не коралловый, так сказать, там хитозан, не хитозан, понимаете, дело не в этом. Все равно усваиваемость этих препаратов, к сожалению, в пределах 20-30% только. Поэтому можно вот с ними, для того, чтобы повысить уровень усваиваемости кальция, можно поступить каким образом? Вы берете суточную дозу, ну там, скажем, 6 таблеток, или 6 капсул кальциемакса, или там 6 комплексов, 6 в день, или там 6, скажем, комплексов с кальцием Деникомет. Вот 6 капсул. И вы высыпаете их в квашу, тогда, когда готовите квашу, вот в эту смесь злаковых хлопьях, высыпаете туда, заливаете молоком и оставляете на ночь. И вот кальций проходит как бы вторую адаптацию пищевую, вторую пищевую адаптацию. Он оказывается в несколько раз более усваиваемым, пригодным для нашего организма после того, как он прошел, вот такую своеобразную ферментацию внутри приготовливаемой кваши. Вот в чем дело. И тогда вот эти проблемы остеопороза, скажем, они будут у нас с вами решаться быстрее. Так что не забывайте, пожалуйста, о кальции. Последнее замечание, предпоследнее замечание, которое я должен обязательно вам сделать, что связано вот с чем. Довольно часто у нас с вами, тогда, когда мы начинаем много пить воды, а это необходимые абсолютно вещи, проводим очищение организма с таким вот гидронапором, что ли, с акцентом на воду, на жидкие среды. То есть иногда возникает недостаток по калию. По калию есть такой микроэлемент калия, который нам очень нужен, понимаете, как электролит. Причем именно калий в сочетании с натрием определяет уровень нормального жидкого, жидкостного, что ли, обеспечения нашего организма. Так вот, для того, что иногда, в чем это проявляется? Появляются судороги, мышечные судороги. Особенно в икроножных мышцах, в мышцах рук, понимаете, какая-то вот здесь. Понимаете, иногда возникают такие вот судорожные подергивания, как бы, внутримышечные. Вот это первый признак недостаточности калия. За этим надо последить. И если ситуация как-то такая возникает, вот такие ощущения возникают, то использовать, скажем, либо аратат калия, очень простой аптечный препарат, который потихонечку будет эту недостаточность восполнять. Если мы пользуемся пищевыми добавками уровня полифита М, то, естественно, в этой ситуации полифит... Да-да, полифит М, это... Алло, здравствуйте. Да. Анатолий Ефимович, здравствуйте. Здравствуйте. Я слушаю вас. Алло, слушаю. Алло, Анатолий Ефимович. Да-да, слушаю вас. Алло. Да-да-да. Это вас с Дальнего Востока беспокоит, Вера Ивановна. Да, Вера Ивановна. Вот такой вопрос хотела бы вам задать. Да. Вот вы говорите о том, что нужно чистую воду пить. Да. Вот, скажем, минеральную воду из источника. Просто, скажем, открывать крышечку, откручивать, чтобы она постояла, газы выходили. Можно ли такую воду использовать? Нет. Нет. Она вроде как... Нет. Вы слышите меня? Минеральная. Вы слышите меня? Можно ли так? Вы слышите меня? Да-да-да. Вера Ивановна, нет, этого нельзя делать. Знаете почему? Потому что любая минеральная вода, любая, особенно вот такая вот, минеральная с газом, то есть природно минерализованная, да? Да-да. Она не является общепринятой водой. Это лечебная вода. И она должна приниматься только при определенных показаниях. Во всех остальных случаях принимать ее не нужно. Потому что это лекарство. И при нем не даром говорят, что вот лечебную воду минеральную надо принимать буквально глоточками. Понимаете? Нельзя. Понятно, да. Но ведь, понимаете, вот покупаешь воду, когда там в мешке, глоточистая вода. Вера Ивановна, понимаете, какая штука? Вот я, наверное, в следующей передаче, Бог даст, Бог, она у нас будет, я принесу сюда, в студию, обязательно покажу вам новые фильтры, которые сделали в Обнинске. Так что, Вера Ивановна, в Обнинске, это вот фитремовские фильтры, так называемые, фильтры с трековой мембраной, которые вот сейчас в Обнинске сделали. Поразительные совершенно, очень простые. Вот я, поверьте мне, я сейчас пользуюсь и с ужасом смотрю, что вообще творится с московской водой. Да, потому что два дня, и мне приходится его мыть. Через два дня буквально приходится мыть. Поэтому вот эти фильтры, они поразительны. Даже если, скажем, в силу того, что они погружные, можно брать вот ту же самую воду, которая вот в этих бачках продается в магазине, и ее еще повторно фильтровать. Мы получаем, как ни странно, очень хорошую структурированную воду и, наконец-то, по-настоящему чистую, с нормальным минеральным объемом. Понимаете? Хорошо. А вы в следующей передаче озвучите адрес, где можно приобрести такие? Думаю, что да. Думаю, что да. Просто для этого мне надо еще разрешение производителя. Понимаете, я не имею права вот так вот сказать. Обязательно сделаю. Только, пожалуйста, вот этого не используйте так минеральную воду. Понятно, понятно. Это просто уже так, как сказать, перестраховаться за данный вопрос. Вы абсолютно верно ставите вопрос, потому что статистика, к сожалению, вещь она такая, с ней не поспоришь, понимаете? А она сегодня утверждает, что 70% воды, которая продается в этих флягах, это лживая вода, фальсифицированная вода, понимаете? Вот поэтому вот и задаем вопрос, чтобы вот это все-таки уточнить. Я убежден сегодня, убежден, понимаете? Причем вот эти фильтры, о которых я собираюсь говорить, они ведь, понимаете, какая вещь, они, у них несколько семейств. То есть вот погружной фильтр, который вообще куда угодно можно с собой брать, магистральный фильтр, фильтр, который дает 20, почти, почти несколько, там почти, по-моему, 70 литров воды в день, понимаете? Который можно просто на крану подключать. Есть магистральные фильтры, которые могут давать до тонны воды в день, представляете себе? Вот такие фильтры с трековой мембраной сегодня сделали в России. Простите, пожалуйста, за отнимое время. И еще, вот на этом канале, в какое время, в смысле, в какие дни вода в вашей передаче идет? Она всегда идет по субботам, всегда. Только по субботам? По субботам только, но по, два раза в день выходит в эфир по московскому времени, в 11.40, вот как сейчас, да, и вечером в 19.40. В следующий суббот у нас еще будет прямой эфир, а потом, видимо, через субботу. Мы начну, мы приготовим с редакции современного гуманитарной академии сразу несколько передач, чтобы как бы целостность программы восстановить. И они пойдут прямо последовательно. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста, Вероня. Спасибо, здоровья вам. Здоровья вам. Итак, друзья мои, я остановился на том, что, конечно, если у нас вот такой пищевой добавки, как полифит М нет, то вот о таких, казалось бы, простеньких вещах, как рататкалия, как аспаркам, надо помнить, потому что они будут помогать нам в этой ситуации. И тогда как строится программа? В общем, довольно хорошо, легко. Довольно легко. Вы проводитесь в день, когда вы должны провести ванны. Утречком вы принимаете вашу пищевую добавочку обязательно. Через два часа гентарная кислота. Снова через... Алло. Да. Алло. Алло, здравствуйте. День добрый. Здравствуйте. Я слушаю вас. Вам вынят из Икутии? Да. Ну, вот я с опоздания смотрю вашу программу, да? Да. Сейчас вы знаете, вот очистка организма, начинающий вот период, да? Как вот это начинать? Простите, как вас зовут? Как вас зовут? Людмила Петровна. Людмила Петровна, у вас есть возможность смотреть этот канал, да? Ну, да, вот сейчас устала, я отключила первый раз, поэтому заинтересовалась. Людмила Петровна, вы знаете, что буквально через субботу начнется весь цикл от начала до конца. Сжато все, со всеми позициями, связанными с требованиями к программе, с чего начать, как продолжать, как провести очищение, будет прямо целый цикл передач подряд. Они будут в записи, прерывать нас не будут, понимаете? Поэтому вы все сможете для себя понять. И недельки через две, наверное, я об этом скажу, будет готова уже отпечатанная программа. Я понятно сказал? Итак, друзья мои, у нас остается очень мало времени на сегодня, поэтому мне хотелось бы все-таки в оставшиеся минуты сказать, как должна строиться программа со скипидарными ваннами. Итак, вы утречком встали, пищевая добавочка, через два часа янтарная кислота, одна таблеточка, снова через два часа, снова пищевая добавочка, да, через два часа янтарная кислота. Прямо перед ванной, за 20 минут до ванной, скипидарной ванной, которую вы будете собираться проводить, вы принимаете одну таблеточку янтарной кислоты, проводите ванну в постель, три часа в постели. Через три часа вы должны обязательно принять сорбент, любой. Пусть это будет лучше всего энерголам, энтеросгель, энтеросгель, и, так сказать, или, почему он не вызывает задержку стула, или, скажем, литовит, любой литовит, литовит с пшеничными или ржаными отрубями, обязательно. Понимаете, потом проводите ванну, значит, тогда следующий день у вас будет только на пищевых добавках. Третий день, очень желательно, после скипидарной ванны, накануне следующей скипидарной ванны, вы должны привезти в водно-солевую ванну, обязательно, в том же самом режиме, с приемом, с тем же самым режимом приема пищевых добавок и янтарной кислоты. Последнее замечание. Это, по сути, имеет отношение и к тому циклу, и к другому. То есть, три ванны мы проводим с вами подряд каждый день, вот точно так же с пищевыми добавками и с янтарной кислотой. Потом от трех до пяти дней, вот в этот промежуток времени, мы с вами отдыхаем, мы не делаем никаких ванн, принимаем только пищевые добавки, а водно-солевую ванну мы проводим через два дня на третий, после вот такого тройного совмещения скипидарных ванн. Проходит еще два дня и снова три дня скипидарных ванн. Значит, единственное, о чем бы я хотел, вот прежде чем закончиться наша сегодняшняя передача, вас предупредить. На все время цикла скипидарных ванн вы должны принимать обязательно солянку холмовую, чай из солянки холмовый, с добавлением травы, которая называется стевия, это сахарозаменитель, который лечит печень и поджелудочную железу. Вместе вот такой сладкий чай составит каждый день в промежутке между семью и девятью часами вечера. Мать это печень организма, и за ее здоровьем нам надо следить. Итак, дорогие друзья, здоровья желает вам телеканал Современной Гуманитарной Академии, передача Семейный Доктор, и я Анатолий Алексеев. До встречи!